А на следующей неделе главный праздник, конечно, День Победы. Сегодня власти рассказали о программе празднования. Начнется все в 10 утра, закончится в 11 вечера. Илья Филонов изучил программу в деталях, сейчас он в студии. Илья, обычно погода 9 мая преподносит горожанам сюрпризы и не всегда приятные, как будет в этот раз. Ну, Юлия, пока предварительный прогноз, конечно, радует. До 16 тепла и без осадков. Но более точно синоптики определятся ближе ко Дню Победы. А сами торжества на 9 мая пройдут на Мемориале Победы. Традиционно в 10 утра там отдадут дань памяти погибшим в Великой войне. Пройдет минута молчания, и все желающие смогут возложить цветы к вечному огню. Вообще программа рассчитана так, что при желании можно посетить все значимые локации. От Мемориала можно пешком прогуляться до площади Революции. Там в 11.20 зрителей разогреют коротким концертом, а затем в 11.30 начнется главное действо – Парад Победы. В этом году в нем примут участие 1780 курсантов, ветеранов локальных конфликтов, полицейских, росгвардейцев и военнослужащих. В этот раз не будет авиации, но по площади пройдет техника. Также у краевой библиотеки установят военные машины. В этом году техники у нас будет немало, ой, немного. 23 единицы пройдут по площади, и 19 единиц, которые будут выставлены для показа. В этом году место для выставления военной техники возле центральной библиотеки. Парад продлится около часа. Затем на перекрестке Джержинского и Мира начнут формировать колонну бессмертного полка. В прошлом году было около 40 тысяч участников. В этом ожидают не меньше. Все желающие могут стать однополчанами. Для этого необходимо распечатать фотографию родственника, участника Великой Отечественной, и закрепить ее на штендере. Колонна пройдет от Дзержинского до площади перед БКЗ. Там колонну будет ждать полевая кухня, выставка артефактов войны и многое другое. Просьба, я так вижу, что, в общем-то, не было нарушений никаких последних годов и никаких политических лозунгов, никаких знамен и флагов политических партий или даже общественных организаций. В общем-то, это не совсем уместно здесь. Есть, если только копия знамени Победы где-то кто-то захочет принести, и бессмертного полка. В этом году организаторы решили добавить бессмертному полку музыки. В колонне будут идти 14 баянистов. Впрочем, концертов в этот день горожанам хватит. В 16.00 начнется выступление красноярских коллективов на Театральной площади. Концерт продлится до 6 вечера. Оттуда можно опять-таки пешком прогуляться до площади перед Большим концертным залом. Там будет еще один концерт. Он начнется в 8 вечера и продлится до без 15.11. Затем, по традиции, праздничный фейерверк на острове Татышев. Смотреть на него лучше со стороны Вантового моста. Вся эта программа, напомню, создана в первую очередь для того, чтобы вспомнить тех, кто участвовал в самой кровопролитной войне в истории. В крае их осталось 679 человек. За последний месяц из жизни ушли 112 ветеранов. А по подсчетам властей парад посетят всего 50. Им будут помогать волонтеры. Сейчас на ваших экранах подробный план торжеств. Ожидается, что в празднике примут участие больше 100 тысяч человек. За главным парадом можно будет также наблюдать в прямом эфире на нашем телеканале. Начало трансляции в 11.30. Юля, у меня на этом все.